Ну что, мы приехали в Тольятти, но только у нас нет ощущения, что мы в Тольятти. Нам кажется, что мы где-то на Черноморском побережье. Это потому что дорога была такая, в Пантелин. Это потому что растительность удивительная и действительно приближена к Черноморскому побережью. Настроение прекрасное, легкий бриз, не морской, а речной, но тем не менее. В общем, мы вдохновлены, да? Да, совсем скоро уже начнутся мастер-классы, открытия программы. То есть мы все в ожидании, так что скоро все начнется. Кстати, уже, наверное, уже нам и пора. Причем много будет интересного не только для журналистов, но и для операций. Пойдем, пожалуйста. Три конкурсных дня в трех часах езды от Ульяновска. Гостеприимный Тольятти принимает журналистов и прочую телевизионную братью со всей страны. Всероссийский творческий конкурс – герой нашего времени. Событие традиционное, но впервые столь масштабное и грандиозное по количеству присланных работ. Всего заявлено 442 из 80 российских регионов. Среди участников как мастодонты Москва-Петербург-Новосибирск, так и совсем крохотные телеканалы. Как, например, Янаульское центральное телевидение. Янаул – это городок в Башкортостане с численностью населения в 26 тысяч человек. На конкурс приехали с одной работой. Репортаж о моей коллеге, о моей подруге. Мы вместе работаем уже 13 лет в нашей телестудии. Но так получилось, что в связи с этими военными действиями Эльмира решила, что она хочет помогать не только как корреспондент, как репортер, но еще и как волонтер. Днем я на работе. Иногда бывает, что я могу работать удаленно, тогда я могу и шить. Либо мы общаемся с другими волонтерами. Сейчас их много и приходится с каждым общаться. Репортер 73 зашел на конкурс с несколькими материалами и вошел в фестивальный шорт-лист с репортажем «Один в деревне». Главный герой – последний житель деревни Языковки, что в Барышевском районе, отшельник по доброй воле Геннадий, что называется пробил экран и вызвало множество эмоциональных откликов как со стороны участников конкурса, так и жюри. На день сегодняшнего репортажа – миллион семьсот тысяч просмотров на Ютубе и тысячи комментариев. Вот это все знаменитость уже. Ну что, ты весь интернет заполонил. Да, интернет у меня, правда, нет самого-то. На фестивале наша работа попала в число обсуждаемых на экспертном уровне. Причем обсуждение вышло исключительно в позитивном ключе. Его там, не знаю, не датит то, что он один. Это вот какой-то такой, не знаю, необычный деревенский житель, которому жизнь, ну, просто по кайфу, ему все нравится. А что хочу отметить? А там есть один момент, ну, чуть дальше скажу. Мне понравилось ваше общение с ним. За три конкурсных дня многочисленные мастер-классы от профи. Максима Шарфуддинова и Оксаны Барковской, Елена Макаровой, Татьяна Гартман и Станислава Сидорова. И это не просто возможность прикоснуться к теории, но еще и реальный шанс задать свой вопрос и понять, по той ли профессиональной траектории движешься. Идет такая импровизация, оператор бежит тоже вот рядом, мы бежим. Я говорю, 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 договариваю буквально последнюю фразу, маленький такой люфт в пару секунд, и я падаю. Итак, сначала прыгает только один человек, но затем уже группами по 4-5 человек. Эмоции, эмоции, они колоссальные даже у меня, хотя я всего лишь бегу по земле. Да играйте, все, ничего не нужно другого. Просто как бы это добавит живости. Любая постановка всегда, она вызывает определенное отторжение, потому что вы не верите. Слишком наигранное, слишком там пафосное, слишком еще. Здесь весь пафос, он бы сразу как бы сошел на нет, когда вы упали. Итоги подведены, награды розданы, фестиваль официально завершен. Репортаж «Один в деревне» вошел в перечень конкурсных работ, рекомендованных к просмотру. Отмечена нестандартность самого Геннадия и высокий уровень журналистской подачи. Ждем следующего фестиваля, ищем новых героев нашего времени. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.